Волейболист 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 Команда «Зенит Ор» создана для того, чтобы готовить резерв для основной казанской команды. Средний возраст игроков 16-17 лет. Ребята выступают в молодежной волейбольной лиге. Накануне команда выполнила одну из главных задач сезона. Финишировав в турнире на восьмом месте, она квалифицировалась в Кубок Молодежной Лиги, который пройдет в Казани и станет тестовым турниром в преддверии универсиады. Кстати, в этой команде набирается мастерства сын главного тренера казанского «Зенита» Владимира Олегна. Лорану 16 лет, он играет на позиции связующего. 70 девушек в одном зале. В спорткоплексе «Строитель» стартовала спортакиада вузов Татарстана. Пока в битву за золотые медали вступили только женские команды. Сильнейший коллектив республики определят в течение пяти игровых дней. Кто в первый день турнира стал на шаг ближе к заветной цели. Студентки, спортсменки и просто красавицы расскажут сами в нашем репортаже. Друзья, передо мной радушно распахнутые двери. И я захожу в этот прекрасный освещенный зал, где сегодня проходят спортакиады среди вузов, среди женских команд по волейболу. И на этой площадке продолжается баталия двух девчачьих команд. Давайте насладимся этой прекрасной игрой и узнаем, что здесь и как. Ну что ж, Настя, привет! Здрасте! Это Настя, друзья, доигровщик команды Приволжского федерального университета. И сегодня они одержали победу только что. В каких партиях? С отчетом 3-0 с командой энергетического университета. 3-0. Соперник как? Сильный был или как? Ну, мы настраивались на более серьезную борьбу, но гораздо все оказалось проще. Намного проще? Намного проще, чем мы думали. Кстати, немного не расслабляет, когда вот так вот легко идет? Расслабляет. Мы расслабились в третьей партии, немного начали проигрывать, но потом мы собрались и все-таки одержали свою первую победу. А это твое первое участие в подобном турнире? Нет, это мое второе участие в этом турнире. Второе? Да. А оно проходит раз в год? Да, раз в год. Ждете его, наверное? Очень ждем. Целый год к нему готовимся и надеемся показать максимальный результат на этих соревнованиях. То есть сегодняшнее соревнование практически как праздник для вас? Да, не практически, а праздник. Танцы с бубнами и все-таки. Ну что, поздравляю вас с победой. Спасибо. Надеюсь, что вы одержите победу. Всего самого наилучшего. 3-0. Команда ПФУ. Итак, друзья, следующая игра продолжается раздывкой. Я подхожу к тренеру, главному тренеру Академии спорта Галине Даниловой. Галине, здравствуйте. Здравствуйте. Я вижу, что ваша команда разминается. Какие наставления вы даете команде? Ну, конечно, установка только на победу. Других вариантов нет. Но единственная сложность, что у нас команда сборная, то есть помимо нашей Академии, которая в Казани находится, еще приехали девочки из Челнов, из филиала. И поэтому вот эта игра сыграет будет для того, чтобы сыграться. То есть они еще вместе не играют, получается? Да, то есть сейчас будет как раз такая игра, где они должны сыграться, показать себя и, в принципе, в дальнейшем я так на победу рассчитываю. В том году на каком месте вы были? В том году мы были на четвертом месте. На четвертом месте? Да. Ну, в этом году, надеюсь, что будет получше. Ну, планируем, конечно. Идет уже построение, не буду вас отвлекать. Я пожелаю вам удачи. Спасибо. Удачи нам не помешает. Мы только что видели последнее наставление перед игрой главного тренера команды Академии спорта. И вот сейчас будем смотреть, как сложатся события, кто же станет победителем в этой игре. А вот здесь, я смотрю, сидит игрок под номером 5, игрок Аграрного университета. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Лейсан. Это Лейсан. Какое твое амплуа в этой команде? Блокирующий. Блокирующий? Да. Ты вот так здорово здесь расположился на площадке. Да. Как дела на площадке, по-моему, спрашивать не стоит. Ну, ты веришь в свою команду? Я верю в свою команду, они обязательно всех сделают и станут первыми. А сама рвешься на площадку? Конечно, рвусь. Безусловно. Мне кажется, ждешь, чтобы команда триггера. Конечно, прям вообще горю желанием, чтобы они выиграли и всех сделали здесь. Все-таки ты думаешь, что это будет? Я думаю, я верю в них. Они молодцы, вот они могут как раз показывать. А давно уже в вашей команде образовался? Я уже второй год играла в команде. Как пришла в университет. Учусь я на втором курсе пока. Ну что ж, мы желаем вашей команде удачи. Спасибо большое. И верим, что ты тоже сейчас в личной площадке. Спасибо большое. Спасибо тебе за интервью. Менш. Александр, игрок номер пять. Команда Аграрного университета. На площадке продолжается игра. Я подхожу к девчонкам, которые стоят на замене, ждут замены. Привет. Привет, Диана. Насколько я знаю, ты у нас самый высокий игрок в этой команде. Да. Какой твой рост? 182 см. 182. Сколько ты уже занимаешься в любом? Я занимаюсь с 12 лет, 8 лет. А какое амбула у тебя в этой команде? Я основной блокирующий. Но сегодня у меня небольшая травма, поэтому пока девочки справляются без меня, я на замене. Мне всегда интересовал вопрос, что думают девчонки, которые стоят на замене, когда ждут, ждете всегда, наверное, знак тренера, да, что пора выходить? Мы очень рвемся на замене стоять, это мучительно, я вам скажу. Мы кричим, болеем за своих девочек, очень переживаем, видим все со стороны. Недооценивать нельзя команду, но сегодня мы хорошо играем. Да, может получиться так, что вот так легко на выигрыш, потом только расслабиться и сдать парт. Очень непредсказуемо. Ну, в принципе, женский полейбол всегда непредсказуемо. Спасибо тебе, Диана, за интервью небольшое. Желаем удачи этой команде. До свидания. Итак, друзья, уже на трибунах и вместе с немногочисленными болельщиками, болеем за команды, держи свои палки-стычалки. Как тебя зовут? Катя. Катя, за кого ты болеешь? За Половскую академию спорта. А, ты тоже в ней учишься? Да. А сама занимаешься в любом? Да. Ну, мне кажется, тут все ясно, не так ли? Ну, да, конечно. Катя, как по-твоему, почему так мало болельщиков приходится? Ну, скорее всего, потому что у них много, ну, мало свободного времени. И, ну, как бы, у них идут пары, лекции. А, это все на учебе, поэтому. Пока. Я пошел. А я бегу-бегу-бегу-бегу дальше. И кто здесь у нас находит, друзья? Наштар знакомый, Мансир Закевич, Карим. Позраги, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы провели две недели назад вторую группу, команда вторая группа. Там было 12 команд. Сейчас выступает 7 команд, которые выступают первой группой. Это уже многотические вузы, скажем так. Да, самые большие вузы. Есть ли какой-то уже явный лидер в этом спартакиаде? Ну, явный лидер, конечно, здесь Казанский федеральный университет. Потому что у них объединились, во-первых, лучших игроков из трех вузов. И здесь обучаются игроки молодежной команды «Динамо». Казань. Поэтому по силам, скорее всего, они реальные лидеры. А есть ли вообще во всей спартакиаде, есть ли игроки, которые примут участие в университете в 2013 году? Ну, вероятность такая есть. У нас девочки из Казанско-федерального университета. Неплохие. Найляша Айдолина, которая ознакаевская девочка, кстати. Вот он, значит, у нас Арина Елисеева, Казанская. Выпускница Казанская спортшколы. Они неплохие игроки и могут быть призваны. То есть, есть такой шанс, чтобы они все-таки попадут. Да, то есть, но во всяком случае, они в расширенный состав попадут. А дальше уже покажут себя и попадут в основном составе. А призовой фонд есть какой-нибудь? Что достанется победителям турнира? Ну, победителям турнира достанутся медали, кубки. А есть ли какая-нибудь команда, за которую вы болеете? Ну, я, как сказать, я болею за волейбол. Целую симпатия просто одинаковая ко всем командам. Очень красивая девушка во всех командах. Да, пусть победит сильнейший, как говорится. Пусть победит сильнейший. Итак, друзья, накажутся в самом эпицентре событий. Как говорится, прямо на площадке продолжается игра. Ведет Академия спорта. Я думаю, вряд ли что-то изменится, потому что команда действительно значительно сильнее. Но все равно будем смотреть. Итак, вот он, волейбол. Интереснейшее спортивное событие проходит в нашем городе в преддверии университета 2013 года. Продолжается спартакиада среди вузов. И прямо сейчас на площадке бьются женские волейбольные команды. Как говорится, пусть победит сильнейший. Мы болеем за девчонок. А уже с 10 апреля будут биться мужские команды, будут играть в волейбол. Мы им также посылаем удачи. И, конечно же, тележурнал «Волейбол» будет следить за этими событиями. Ее жизненная кредо не бояться мечтать и не останавливаться на достигнутом. И одна детская мечта у нее уже сбылась. Героиня нашего следующего репортажа не только попала на Олимпийские игры в 2012 году, но и стала серебряной призеркой. Джордан Ларсон о жизни, о команде и о сокровенных мечтах. Привет, друзья! С вами тележурнал «Волейбол» и я ее ведущий Фарид Галимов. Сегодня мы находимся в нашем, можно сказать, доме в центре волейбола Санкт-Петербург. И сегодня я беру интервью игрока команды «Динамо Казань» Джордан Ларсон. И вот сейчас она должна появиться в этих дверях. Джордан! Привет! Привет, Джордан! Джордан Ларсон, 26 лет, доигровщик клуба «Динамо Казань» в местной команде с 2009 года. Это легионер-долгожитель в истории татарстанского волейбола. Нынешний сезон в казанской команде для нее стал четвертым. Из «Динамо» дважды выиграла чемпионаты Кубок России. Самая значимая награда – серебро Лондонской Олимпиады. Ну, во-первых, вопрос такой из биографии, скажем так. Расскажи нам вот так вот подробно, где ты родилась, в каком городе, и как ты начала заниматься волейболом. Я родилась в Небраска. Я переехала в маленький городок. Мои родители развелись, и моя мама вышла замуж вновь. И мой второй отец был очень увлечен волейболом. Я начала играть каждый день. И мне началось нравиться это. То есть ты, глядя на него, начала заниматься волейболом? Да, я играла в различные виды спорта. Но волейбол была моя цель. Мне очень нравится командный дух в этой игре. А сколько было тебе лет, когда ты действительно вышла на площадку, вот именно пришла для первый раз на тренировку? Я переживала, мне было 12 лет. Я очень переживала, я думала, что я не смогу попасть в команду. Но я справилась. Это был великолепный опыт. Ты в Казани уже 4 года. Планируешь ли ты остаться на следующий год? Я хочу быть как лейбол. Ага, я хочу быть как лейбол. 5 лет. Побьешься. Может быть 6? Может быть я останусь и на 6 лет. Посмотрим. Ну, учитывая, что ты уже 4 года здесь, вопрос нравится ли тебе здесь, наверное, неуместен. Это немного отличается, где я родилась. Но мне очень нравятся люди, которые меня окружают здесь. Команда просто великолепна. Я могу много говорить об этом. Ты можешь рассказать мне первое ощущение, когда ты попала в Казань? Я была шокирована. Если честно, я была в шоке. Я очень переживала. Я не знала, что ожидать. Это отличалось от того, что было до Казани. Это же получается твой первый профессиональный команд, в который ты уехал из Соединенных Штатов. Я была в Португалии на очень короткий сезон. Играла. Но в России, конечно, получше. Здесь, в Казань, ты живешь с твоим мужем? Сейчас нет. Сейчас он начал работать в Америке. И он строит наш дом. Он инженер. Просто я видел, когда он сидел, он проектировал. Но он делает все. То есть он идет от дизайна до проектировщики. То есть проект вашего дома – это его работа? Да, точно. Моя работа – это играть, его работа – строить наш дом. Скучаешь без дела? Конечно. Он мой лучший друг. Я очень скучаю по нему. Нас познакомили друзья. Он играл в пляжный волейбол. А он тоже играл? Не профессионально. Но он выглядит так, как будто он играет. Но много лет назад он играл, конечно. В команде твой лучший друг, наверное, уж это Хизер. Конечно, мы американки. И всегда вместе. Это очень хорошо – иметь друга, который говорит с тобой на языке. Сложный период, когда я была одной американкой в команде. И поэтому с нетерпением ждала ее появления. А чем ты занимаешься в свободное время? Я смотрю очень много телевизора и фильмов на компьютере. Хожу в рестораны. Иногда в картинг. Как, по-твоему, российский чемпионат? Насколько он сильный вообще-то? Для меня персонально это лучшая лига, конечно. Я не играла в других лигах. Но то, что я слышала, я чувствую, как Россия имеет очень отличные команды в лиге. К сожалению, в этом году «Динамо Казань» вылетел из лиги чемпионов. Я очень расстроилась. Чего не хватает команде, чтобы в следующем сезоне взять эту лигу чемпионов, все-таки взять этот кубок? Это очень сложный вопрос. Нам нужен очень хороший принимающий в команде. И также тот, кто будет атаковать. Это возможно. У нас хорошая команда. Но мы будем лучше. Какие у вас отношения с главным тренером? Я думаю, что он уважает меня как игрока. Я уважаю его как тренера. Мы очень хорошо понимаем друг друга. И у нас нет лишних вопросов друг к другу. Это очень хорошее отношение. А как у вас общение происходит? Он говорит по-английски? Он говорит немного по-английски. И я также понимаю немного русский язык. Вот ты сейчас сказал «чуть-чуть», «борщ». Какие русские слова ты знаешь? С течения четырех лет, которые я жила здесь, у меня очень плохой русский язык. Хизер знает много слов, кстати. Хизер жила в Баку, поэтому она, может быть, немного больше знает русского языка. Мне кажется, мне нужно учить русский язык. Но это очень сложно. Я даже не могу сказать некоторые слова. И когда я пытаюсь что-то сказать, вся команда смеется надо мной. И поэтому... Хорошо, я всегда буду говорить на английском. Общаешь ли ты с игроками мужской команды? Да, конечно. Дэйв и, конечно же, Лойбул, который сейчас уехал. Но я не часто их вижу. Здесь столько много американцев. Это очень здорово, иметь здесь американских друзей. И проводить с ними время вместе. Я чувствую себя как дома. В прошлом году ты стал серебряным призером Олимпийских игр. Планируешь ли ты на следующую Олимпиаду поехать? Я до сих пор думаю об этом. Это был очень хороший опыт. Это был великий шаг для меня. Джордан, есть ли у тебя мечта? Моя мечта, конечно, сыграть на Олимпийских играх. Моя мечта существилась и сейчас. Я хочу стать матерью. Я потеряла свою маму. Я хочу быть мамой, которая была у меня. Представим, что у тебя уже родился ребенок, он уже подрос. Отдашь ли ты его в волейбол? Я не знаю, посмотрим. Я не буду толкать его в каком-то направлении. Если он выберет волейбол или баскетбол или музыку. Какую музыку ты любишь слушать? Мне нравится американский канты. Кип-хоп, айронви. До этого я ненавидела просто хилд. Доксеп и хаос, но сейчас мне это нравится. А казанское радио слушаешь? Да. Хорошо. Как ты обносишься к нашим казанским болельщикам? Я думаю, что у нас великолепные болельщики. Они поддерживают нас очень сильно. На площадке ты слышишь их? Или ты настолько увлечена игрой, что для тебя это просто гул какой-то стоит? Или помогает это? Конечно, я слышу все, когда они начинают использоваться. Помогает это? Конечно, это помогает. Итак, Джордан, огромное тебе спасибо за интервью. Thank you so much. Большое тебе спасибо. Ну что ж, друзья, с нами был Джордан Ларсон, игрок команды «Динамо Казань». Наш легионер из Америки. Спасибо, thank you. Всем пока. Цель каждой игры – победа над соперником. Как отточенная техника связующего при выполнении им верхней передачи может помочь команде достичь желаемого? Разберем вместе с Евгением Старцевым в нашей постоянной рубрике «Азбука волейбола». Здравствуйте, я Евгения Старцева. Вы смотрите «Азбука волейбола». И сегодня я вам расскажу о своей роли в игре. Евгения Старцева, связующая, 24 года. Родилась в Челябинске. Рост 85 сантиметров. Играет в команде «Динамо Казань» с 2012 года. Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира, обладательница Кубка России. Лучшая связующая Олимпийских игр в Лондоне. Амплуа Евгении Старцевой считается одним из самых сложных в волейболе. Ведь именно связующая определяет тактический рисунок игры своей команды. Именно он в большинстве случаев выполняет передачу мяча нападающему для завершающего удара. Так как я связующая, моя основная цель – сделать хорошую передачу атакующему игроку. От связующего на площадке во многом зависит, насколько быстро будет достигнута основная цель игры – победа над соперником. В этой связи отточенная техника выполнения верхней передачи является ключевым моментом эффективности действий связующего. Этому элементу игры всегда уделяется пристальное внимание. Отработка техники и его выполнение относятся к числу приоритетных направлений тренировочного процесса, особенно для связующих игроков. Мои действия зависят от ситуации на площадке. Кому я сделаю передачу – это зависит от меня и от приема мяча. Точность верхней передачи зависит от того, насколько у волейболиста развито чувство мяча. Это можно расшифровать как способность вычислить то место, где мяч будет находиться в определенный момент времени на высоте, позволяющий игроку комфортно его принять и отдать передачу в точку, где есть возможность максимально эффективно провести атаку. При этом важное условие соблюдения точности передачи – это способность игрока оказаться в нужном месте до того, как мяч окажется в этом секторе, технически грамотно выполнить передачу. Способы передачи есть как лицом в зону, так и спиной. Это передача вперед. И передача спиной. Для обеспечения результативности верхней передачи игрок, помимо умения грамотно и без ошибок ее осуществлять, должен иметь навык быстрого перемещения по площадке и обладать высокой скоростью совершения рывков в различных направлениях, чтобы оказаться на месте до мяча. Делать верхние передачи на ходу не рекомендуется, так как одновременные перемещения в пространстве и передача сверху в большинстве случаев не способствуют точности. Итак, друзья, волейбольный сезон вновь набирает обороты. Впереди у наших команд жаркая пора плей-офф в чемпионат России. Пожелаем успеха оказаться спортсменам и продолжим следить за ходом событий на следующей неделе. С вами был Фарид Галимов. Смотрите наш тележурнал в четверг, в полночь и в воскресенье в новое время в 12.30, сразу после программы «Автомобиль». И да пребудет с вами волейбол. Субтитры создавал DimaTorzok